Так, ну все, теперь мы еще и записываем, так что, да, наверное... Всех поздравляем финалистов с тем, что вы прошли во второй этап, тех, кто с нами вживую, да, тех, кто смотрит записи тоже. Вот, все, передаю слово Максиму. Так, ну, да, я тоже всех еще раз поздравляю уже на запись, и хочу сказать, что сегодня мы хотели с Иной немножко вам, наверное, дать разъяснение, немножко помочь в понимании того, что будет на втором этапе финальном, вот. И, соответственно, для этого мы с вами немножко сегодня пообщаемся, покажем презентацию и потом, наверное, если останутся какие-то вопросы, тоже ответим. Ну что, начнем? Да, давайте пока Макс открывает презентацию, я пока немножко скажу вообще, в чем суть этой презентации, да, и в чем суть усложнения, да. Ну, вы более подробно прочитаете в регламенте, когда мы его выложим. В принципе, задания тоже уже вот, я надеюсь, да, их уже либо выложили, либо их вот-вот должны выложить, да, но в любом случае уже вот они будут, да. Но в чем суть? Вы их прочитаете обязательно очень внимательно, там несколько есть важных пунктов усложнения, но мы вот выделили один, с которым, скорее всего, у вас возникнут, у многих могут возникнуть сложности, если не дать вам каких-то дополнительных объяснений, да. Это именно дизайнерская часть, да, работа со стилем, с корпусом, да, с внешним видом вашего устройства, да. То есть, ну, дизайн, он состоит из нескольких важных, да, пунктов, то есть хороший дизайн, он должен, ну, дизайнер должен разработать продукт удобным, функциональным, да, там, качественным, там, экологичным. Но понятно, что помимо всего этого продукт должен быть еще и эстетичен. Вот, и здесь тут у кого-то получилось, да, справиться с этим заданием, но вот у кого-то возникли проблемы на первом этапе, и поэтому сейчас очень внимательно посмотрите, пожалуйста, эту презентацию, и, ну, я надеюсь, что после этого вам станет понятнее, чего мы хотим увидеть в конечном результате. Ну, да, ну, мне кажется, у подавляющего большинства людей, конечно, были с этим явно сложности, и это нормально, но сейчас хочется, чтобы на это обратили внимание, именно поэтому мы как бы сегодня это и рассказываем. В общем, наверное, начнем с самой простой, наверное, ну, точнее, не то чтобы самой простой части, но вводной части этой всей истории, это как бы наглядный, по-моему, официальный стилевой планшет от, там, вот, конкретно этой модификации кроссовок. И тут как бы мы видим, что, ну, почти все решения, они взяты откуда-то, то есть и цвета, и текстуры, и какие-то, не знаю, вот именно сочетания, вот эти контрасты, все это уже как бы было взято из картинок и каким-то образом передумано. Просто, по сути, собрали пазл из вот готовых решений. И во многом создание стилевого планшета, ну, такого обобщенного, оно заключается именно в том, чтобы, ну, вот, поднабрать вот эту базу решений, как-то их переосмыслить и соединить вот в вашем, ну, продукте. Сейчас это, как бы, платформа и, там, условная базовая станция, но, тем не менее, как бы это применимо к любому типу объекта. То есть разницы между кроссовком, там, или любым другим промышленным объектом, в принципе, не будет. Ну, только тут, конечно, больше сделан акцент на текстуры и материалы, хотя у нас, ну, как бы, у вас тоже, как бы, много различных материалов было использовано, поэтому, как бы, тоже тут, в принципе, все схоже. Ну, вот, это, как бы, основная идея в создании всех этих стилевых планшетов. И, надеюсь, такая картинка, как бы, более наглядно показывает, что из себя это обычно представляет. Но тут почти, ну, как бы, надо говориться, что тут нет почти формы. То есть, как бы, создание, то есть тут, как бы, больше именно стилизации идет. Сама форма, она, как бы, вот, я не помню, какая-то модификация Air Max, но это, как бы, базовые модификации, которые придумали вот дизайн и максимум, что они там сделали, это вот логотипы решили необычно. Но все остальные решения, они, как бы, то есть, они игрались только, там, с фактурой, с цветом и с, ну, самим материалом. Поэтому, собственно, и такой подбор у вас. Да, извини, Макс, пожалуйста, я чуть-чуть немножко хочу просто дополнить вот в тему стилевого планшета, да. Просто, может быть, мы вначале не сказали, да, но, наверное, важно упомянуть, зачем вообще он нужен, этот стилевой планшет. Просто, скорее всего, кто-то из вас мог удивиться, увидев этот пункт и в первом этапе, да, отборочном, и то, что мы сейчас на нем так внимание заостряем. Но на самом деле стилевой планшет, он помогает представить себе дизайн продукта до того, как вы начнете рисовать, до того, как вы начнете уже потратить кучу сил на 3D-модель, там, на рендер, на создание финального корпуса. То есть, если вы на этапе вот этого вот стилевого планшета, в котором вы форму, текстуры, фактуры и цвета для себя поймете, вы просто сэкономите там много часов работы и сил, и результат будет гораздо лучше, чем если вы его не сделаете. И выглядеть будет он качественно, если вы именно на уровне стилевого планшета, и после на этапе там эскиза хорошо поработаете так, что это будет можно показывать там потенциальным инвесторам и заказчикам. Вот. А если вы сразу там вместо карьер там рветесь, делаете корпус, да, то просто, скорее всего, он будет выглядеть хуже и не так проработанно. Может быть, пропорции будут не такие там классные. И за счет этого он будет выглядеть, ну, менее выигрышно, и показать его, ну, инвесторам, допустим, будет не так эффективно. Вот. И извини, Макс, что перебила, я просто подумала, что надо ребятам объяснить, потому что кто-то у нас... Это хоро... Да. Я как-то на шаг вперед начал рассказывать, пропустив самое основное. Ну вот. И мы, наверное, плавно подходим к следующему нашему этапу. Только вот что-то не листается. Так. Вот. Собственно, это уже как бы стилевой планшет от реального продукта. Вот. Это как бы... Не знаю, Инна, хочешь ты, хочешь я, могу рассказать. Что? Ну что? Серьезно? Как в поле на пицце? Сколько тут? Шесть. У кого-то, пожалуйста, пишет микрофон. Можете, пожалуйста, разговаривать. Есть. Так. Все. Если у вас какие-то, конечно, есть комментарии, вы можете их спрашивать и писать, но вы все-таки как-то... Я слышала такой комментарий, что выглядит забавно. И я не спорю. Оно действительно может смотреться довольно забавно. Вот. Стилевые планшеты иногда могут смотреться очень странно. Это нормально. Потому что они... Ну, это как бы подручные материалы. То есть, знаете, вот как вы рисуете, например, какие-то простенькие маленькие эскизики на коленке. Как вы там какие-то первые прототипы делаете, проверяете. Это... Они могут смотреться страшненько. Главное, чтобы они выполняли свою функцию. А именно, то есть, при помощи вот этих каких-то собирательных картинок, коллажа, вы понимаете вашу дальнейшую задумку. Вот. Например, вот в этом конкретно стилевом планшете, да, такие предметы, они вроде, ну, на первый взгляд, как-то друг с другом не особо сильно связаны, да. И, ну, какие-то из них там, может быть, не совсем обычные, да. Вот. Какое-то там... Какие-то изгибающиеся там штуки, да. Какие-то вот такие эргономичные, которые, ну, как бы, да, руками вроде удобно захватывать. Там вот какие-то, ну, там что-то такое вот пластичное, да. Да, но потом, да, когда мы переходим к... Ну, когда мы начинаем разрабатывать дизайн именно нашего объекта, мы, опираясь на вот эти, вроде, на первый взгляд, несвязанные картинки, все равно в голове у себя формируем какой-то образ. Да, то есть, Макс, наверное, можно перелистать там дальше, да. Ну, да, да, только почему-то заедает. Вот. Да, и... Да. Давай, ну, ты, ты, ты уже... Говори, говори. Ну, и, собственно, вы видите, что все эти картинки, они, ну, как бы, в своем первоначальном виде не дошли до финального продукта. Все это, как бы, по чуть-чуть, по чуть-чуть сложилось вот в единую картиночку. То есть, это, как бы, камешек, ну, вот, там, камешек сложился в, там, не знаю, общее ощущение формы, что это какой-то вот такой зализанный, так скажем, материал, такой закругленный, неострый, там, не знаю, спокойный, тяжелый. И мы, как бы, видим, что там и основа такая, и, в целом, все, все элементы конструкции, они, ну, не кричащие, они вот такие вот стабильные, не знаю, тяжеловесные, можно сказать. Да, то есть, тут есть бионическая форма, и она, как бы, и тут сохраняется. Вот, например, как на второй картинке, это какие-то щипцы были, видимо. Как бы, кран с вот этими большим количеством... Как это называется? Ну, маленьких леечек, так скажем, он, как бы, собственно, и перешел в вот эту вот разделенную структуру, что, как бы, у крана тут, как бы, там, один это обычный смеситель, потом другой это, там, фильтр, еще один рычажок и... И, Инна, что последнее было? Какая еще штучка? Четвертая. Да-да, там я мыла. Это еще мыла. Вот, как бы, все это, как бы, вот, перешло оттуда, насколько я понимаю. Я, как бы, как я это, ну, как бы, трактую. И, собственно, форма камыша, она повлияла на саму вот эту вот, ну, сами эти кранчики и рычажки. Вот. Я бы как-то это вот так вот интерпретировал из тех картинок вот в этот результат. Не знаю, может быть, как-то вы по-другому это видите? Или, Инна, или у тебя какие-то другие мысли были? Не, ну, все, в принципе, мне кажется, правильно, да, более-менее. Объяснил. Вот. Или вот есть пример еще. Это тут, как бы, планшет делится, по сути, на две части, и, как бы, вот, эмоциональная часть, это, наверное, все-таки сейчас, ну, она по стоку-поскольку. То есть тоже хорошо бы как-то для себя понимать, что вы хотите сказать этой формы, ну, в зависимости от того еще, какие у вас условия и ограничения. Это тоже все надо учитывать, и это, скорее, как бы первостепенное будет. Но тут, как бы, вот есть вот это вот деление. То есть, что касается формы, тут видно, что там, понятно, что тоже вот так же взяты достаточно большие радиусы у формы, взят этот скругленный краешек такой необычный, достаточно, ну, срезанный. Потом все поверхности имеют минимальное, там, напряжение, чтобы они не выглядели совсем плоскими, они все-таки, видимо, судя по всему, вот, крышка точно, насчет боковых, по-моему, нет. Ну, то есть, вот, крышка, она, как и, собственно, на источнике формы, она имеет какое-то, как бы сказать, ну, напряжение. Ну, то есть, она в центре этой штуки, она чуть выше, чем края, соответственно, вот этой крышки. Соответственно, что еще? Еще обточенные фигуры со всех сторон, везде радиусы, и что? Вот последняя картинка, мне нужна помощь. Это к вопросу срезов, да? Ну, да, там, видите, с одного угла эта баночка, она, как бы, подсрезана, скошена, тут, наверное, на этом ракурсе не очень видно. Она с двух сторон срезана, и сзади, и спереди. Ну, как бы, нет? А, нет, она только с одного края срезана. Блин, ладно, ну, вот, видите, как бы, я немножко по-другому считываю, что я думаю, что раз такая штука и на это акцент сделан, то это, как бы, каким-то образом и туда перешло. Ну, а что касается эмоций, это, наверное, ну, вот это ощущение легкости, ну, такой, так скажем, наверное, чего-то, ну, не знаю, мне кажется, это какая-то тактильно приятная штука должна быть, которую хочется трогать, соответственно, потому что это, собственно, мыло, вот, то есть тут, как бы, все просто, то есть что за продукт, то такие, в принципе, ассоциации. Можно, конечно, добавлять там какие-то экстраординарные, но вряд ли захочется брать шипастое мыло, я не знаю, или там, не знаю, какое-нибудь разноцветное, что-то такое, то есть это все-таки хочется что-то приглушенное. Да, то есть конкретно тут еще важно понимать тоже какой момент, что сначала был стилевой планшет, это там доска настроения, да, эмоциональная, и только потом появился объект, вот, то есть вы, ну, сначала понимаете, что вы хотите примерно сделать, при помощи вот этих чужих, как бы, уже готовых там объектов, да, вы из них, как бы, собираете что-то, и потом уже вы на основе вот своего какого-то образа вот этого, который в голове уже сформировался, вы делаете только объект, вот. Ну, как бы, наверное, эта мысль уже становится... Уже более понятно, как, вроде бы, да, это... А вот, как бы, тоже интересный разбор, ну, как бы... Да, вам. Расскажешь? Да, я могу рассказать, это уже такая более продвинутая версия стилевого планшета и дизайн языка, такую вам, наверное, ну, конкретно такую делать не обязательно, только если вы захотите очень, да, но это будет очень полезно, если вы захотите прям поразбираться именно в тонкостях формообразования, вот. Но, если вы знаете, наверняка вот каждый пользовался, например, какими-то предметами Philips, там, Bosch, может быть, там, Redmond, там, какие-то еще крупные фирмы, да, я вам назову, ну, Apple, наверняка, если не пользовались, то хотя бы в руках держали, да, видели. У каждой крупной компании дизайна, да и не у крупной тоже, у небольших есть свой дизайн язык. Это набор из разных, тоже вот, ну, текстур, каких-то линий, знаете, то есть, например, у каких-то, у Дайсона, допустим, у Дайсона, вот, к сожалению, здесь его примера нет, но вы видели, наверное, такие, знаете, стоят у них, нет, пылесосы делают, там, такие сушители для рук, там, фены. У них там ключевое отверстие в их дизайне, ключевая фишка дизайна языка — это отверстие, то есть, при помощи вот этого отверстия, можете там потом погуглить Дайсон, сразу узнают все их фены, вся их продукция, вот. И у каждой компании такой свой дизайн язык какой-то есть, то есть, ну, у Apple, например, он лаконичный очень, то есть, его узнают по простоте, там, по минимализму. Там, у вот, например, это дизайн язык Philips, и у них тут тоже, видите, есть свои какие-то совершенно конкретные штуки, то есть, вы поймете, что вот это не Apple точно совершенно, то есть, если вы видели когда-нибудь продукт Apple, вы поймете, что Apple в таком стиле бы никогда не делал, вот. Вот, и для того, чтобы для себя понять, да, отработать немножко вот именно как дизайнер и, ну, разобраться в тонкостях этого дизайна языка, который либо уже существует у компании, если вы с готовым брендом работаете, либо если вы с нуля какой-то проект разрабатываете, предполагается, что будет отличать именно ваш продукт или линейку продуктов, вот, то вы можете сначала написать, например, какие-то ассоциации, то есть, вот видите, да, тут слова разными цветами, маленькие такие с кружочками подписаны, да, это какие-то ассоциации, которые хочет бренд вызвать, и он сначала, значит, ну, можно прописать, например, вот эти ассоциации, которые у вас ассоциируются с вашим продуктом, и потом подумать, какая форма или какая текстура, фактура, цвет помогла бы максимально выразить эти самые ассоциации, то есть, например, ну, там, какая-нибудь скорость, да, ассоциируется, там, со стремительными линиями, там, стремительность, да, то есть вот так и можно тоже делать, прописать прям столбик, там, 15-20 ассоциаций, и в своем стилевом планшете подобрать к ним какие-то вот такие, ну, иллюстрации через форму, что ли, то есть вот здесь, во всяком случае, сделано именно так. Я не знаю, вам видно или нет, но тут, например, подписано, да, там, плавные линии, там, минимализм, эргономика, да, то есть в руках удобно держать, легкие, там, простота формы, там, прочность, динамичность, и вот эти точечки, тут конкретно прям этими точечками показано, через какую линию, через какой там цвет фрагмент передается эта ассоциация, но это уже прям такой, я бы сказала, high-level дизайн языка, вот, то есть вы можете сделать попроще. Это очень продвинутый уровень, сейчас, конечно, такой, ну, такой не нужен. Да, то есть это как бы так и так вам сейчас настолько заморачиваться не нужно, но можно попробовать, например, написать для себя ассоциации и сделать планшет больше похожий на какие-то предыдущие, которые мы только вот показывали. Вот. Так. И вот наш последний пример, уже как бы такой самый разносторонний, так скажем, потому что тут уже, если до этого там много было, там, акцент был на источнике формы, и там все эти источники были, ну, не то чтобы, ну, как бы одинаковые, но они были из там, ну, чем-то все друг на дружку похожи, и финальный продукт, он как бы соединял эти фишки, и как бы, ну, вот как раз и как-то передумывал то, что было вот в каждом объекте по отдельности. А тут уже, как бы, тут есть и растение, и свет, и цвет, и форма, и, ну, текстур тут почти нет. Ну, тем не менее, то есть тут уже совсем, ну, тоже достаточно продвинутый уровень, потому что тут как бы сразу рассказывается все про твой, как это, про твой объект. Вот, что он там круглый, что у нее какой-то свет будет, видимо, что, видимо, как-то он будет связан с растениями, и почему-то много неона. И вот как он выглядит уже, его подача вот после этого стилевого планшета. То есть мы как раз видим, что форма есть, свет есть, растения, вот они как-то преобразились, то есть они туда вот в эту форму попали. Потом, что у нас еще было? У нас, ну, вот текстура, ну, текстура как бы вот она там сзади, ну, она такая стилизованная, поэтому не очень видно, но тем не менее она как бы, опа, так. Тем не менее она там есть. Свет по периметру, как такая, типа, подсветка конкретно данного плана есть. Ну, и как бы все, пазл сложился, но он состоит из как бы вот таких вот, как казалось бы, несвязанных вещей. Вот. Это то, что, как я это вижу, возможно, Инна что-то еще скажет. Да, это абсолютно правильно, да. Вот. И, ну, надеюсь, что после вот этой небольшой презентации, да, вам станет понятнее, как можно использовать стилевые планшеты и для чего они вообще нужны. Вот. И мы можем еще поотвечать на ваши вопросы. Если у вас какие-то есть по ходу дела, которые возникали или просто... То есть, с остальными, я думаю, что с остальными усложнениями, которые там есть, вы, в принципе, сами справитесь. То есть там, ну, все достаточно понятно, по-моему, да. Да. Но вот именно дизайн, дизайн, там, ко многим, на самом деле, там есть вопросы, да, то есть чего мы, ну, мы там прописали подробно, да, но, в принципе, чего мы бы, что мы бы хотели увидеть, да, мы бы хотели увидеть вот финальный, качественный какой-то корпус, чтобы он выглядел хорошо. И, ну, понятно, чтобы он не протекал, чтобы он справлялся со всеми своими функциями, да, основными, вот. Но очень важно, чтобы он также выглядел тоже качественно, вот. Потому что на эту штуку, да, ну, предполагается, что если там она, ну, дойдет там когда-нибудь до производства, да, то, ну, на нее люди будут, в общем-то, смотреть, и, ну, надо, чтобы они смотрели, и глаз их радовался, вот. А в промежуточных макетах понятно, что и вы еще их будете дорабатывать. Там вот много было таких штук, что у кого-то там проволочки какие-то с боков там торчали, да, там какие-то вот такие непонятные были, да, какие-то, может быть, кусочки пенопласта там вылезали немного. То есть вот корпус, да, он все это должен по-хорошему тоже как-то прикрыть и сделать более аккуратно. Да, я, наверное, немножко перефразирую то, что Инна сказала. Я скажу так, что вы, в принципе, первоначальная задача все-таки как бы, и больше всего баллов за это было, это все-таки как бы само устройство, то есть его функционал. Сейчас же как бы акцент явно смещается, ну, мы хотим, чтобы он сместился в сторону упаковки и вот представления вот этого продукта, то есть как будто он уже, ну, не то что завтра в серию, но, ну, что его можно кому-то показать, что это не там, не как бы не просто штука там из там бутылок и там металлических уголков, а уже что-то, какой-то вот необычный объект. То есть у вас же были и разные типы сбора мусора, и по-разному оно плавало, и балласты по-разному располагались. То есть вообще, в принципе, вот конструкции были, ну, то есть даже там ни один, ни два, и ни три типа разных конструкций было, и это круто. И осталось только чуть-чуть, и это все, ну, как бы, ну, как бы технически остается, но вот это вот ваше решение, его явно можно как бы докрутить, чтобы оно стало очень красивым, презентабельным, надеюсь. То есть вот, то есть это все делается, в принципе, для этого, чтобы это можно было кому-нибудь показать еще. Да, то есть вы уже, ну, хорошо справились, вы прошли же финал, это уже о многом говорит. Значит, что у вас устройство, ну, большинство, да, качественно сделано, хорошо, да, то есть они справляются со своими основными функциями. Да, но сейчас, вот как Макс правильно сказал, хочется их довести до более финальной такой версии. Вот, как-то так. Если у вас, ребят, сейчас есть какие-то вопросы или сомнения, или вы там что-то недопоняли, или если вам кажется, что вы там с нами не согласны, то вы можете сейчас как-то обсудить, да, или можете нам, кстати, в личку написать. Ну, нет, лучше в общий чат, наверное, чтобы все остальные участники тоже могли посмотреть, это, наверное, будет правильно. Вот. То есть, ну, лучше спросите сейчас, если у вас есть какие-то, ну, если есть что сказать, то говорите, в общем. Так, вроде бы вопросов пока что я не знаю. Слышно? Да. Да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, касательно регламентов обновленных, ну, вот второго этапа, так скажем, здесь не указано ни в каком виде мы должны предоставлять информацию вам, ни в какие сроки, ни в какой конкретике. Да, да, все правильно, потому что это пока были не регламенты, это высланы были задания, пока упрощенная версия, а сам регламент, он вот тоже его выложит буквально там, ну, или сегодня, или завтра, да, то есть он тоже скоро будет, а в задании просто пока вот ключевая какая-то мысль донесена, вот, а регламент подробный, он вот будет, так что, да, хорошо, что спросили, вот, просто это именно задание. Там, по-моему, так и подключено задание. Следующий вопрос сразу же. Дело будет разворачиваться зимой, мы тут собрались трек, водоплавающих, и вопрос, как мы это должны реализовывать. Так, вопрос хороший. Действительно. Я думаю, что мы это в регламенте тоже пропишем. Ну, нет, все правильно, да, во-первых, ну, те, кто прошли, мы уже знаем, что ваши устройства, они плавают. Как они плавают, мы тоже знаем. Вот, то есть с этой точки зрения, как минимум, уже вопрос пришел. Вот, а по поводу зимних условий мы в регламенте тоже, ну, это будет указано. Вот. Думаю, что, да, что это мы, конечно, учтем. То есть в любом случае не будет такого, чтобы пришлось там по льду бегать с этими, там, лодками. Так. Хорошо, спасибо. Да, так что спасибо, да. Если какие-то еще есть вопросы, то тоже спрашивайте. Так, в чате. Так, что в некоторых случаях красивый дизайн может мешать функционалу. Вот, смотрите, да, тут задали вопрос. Не считаем ли мы, что в каких-то случаях красивый дизайн может мешать функционалу? Так, да, скажем так, если это не очень качественный дизайн, то он будет мешать, может мешать функционалу. Но если качественно его проработать, то он будет и красивый. Ну, это такая, я бы сказала, распространенный вопрос, особенно у начинающих дизайнеров. Вот, но на самом деле, если вы прорабатываете качественно задумку, то есть вы просто закладываете сразу это. То есть это одно из, как бы, основополагающих таких условий, что ваш дизайн, ну, ваша именно визуальная часть дизайна не должна мешать функциональной части. В каких-то случаях даже, наоборот, помогать. Вот, так что тут только вопрос того, как вы к этому подходите. То есть не нужно делать красоту в ущерб форме. Вообще, знаете, одними из самых там красивых объектов считается самолет. Лебедь, да, он, кажется, называется. Макс, поправь меня, пожалуйста, если я сейчас оговорюсь. Вот. Помнишь, такие вот очень красивые самолеты современные? Забыла, к сожалению, название. Вот. Ну, они на слуху как по-моему лебедя называются. Вот. Или лица, или лебедя. Лебедя, который... А? Это ты про военные? Да. Вот, в общем, с учетом, что одни из самых красивых объектов — это чисто инженерные объекты, в которых форма следует за функцией. Вот. И там настолько все продумано, и настолько нет ничего лишнего, что они сами по себе выглядят как произведение искусства. Вот. Так что, ну... И красота как бы в этом случае, она следует, исходит из того, насколько функция продумана. Вот. Так что можете посмотреть такие примеры красивые инженерные объекты. Так, Юля, я вам быстро отвечу. В общем, наверное, лучше все показать в презентации как стилевой планшет, там эскизный какой-то поиск и как бы финальный результат. То есть вот три стадии. Как бы вот вы насобирали идеи, вот вы интерпретировали, вот ваш итог. Можете там все на один слайд упихать и вот так вот показать линиями, что вот это вот здесь, это вот там. Или же просто как бы разделить и просто показать, что вот тут мы, отсюда мы взяли, так мы передумали и вот к этому пришли. То есть вот это вот развитие мысли, оно как бы как-то должно быть показано. А как, не знаю, как вам удобно? Вы можете, если у вас есть, если вы работали над стилевым планшетом как-то еще, то есть если у вас он более глубоко проработан, то вы тоже можете добавить. Это будет, конечно, ну, то есть это точно не в минус будет. То есть если у вас есть по нему больше наработок, то лучше добавляйте тоже. Вот, если вы там как-то его продумывали там с точки зрения какой-то идеи. Не знаю, да. Так, и у нас тут еще вопрос по регламенту. Так, новый регламент, когда он будет? Вот он будет буквально на днях, то есть он...